Итак, какое у тебя убеждение? Напомни, пожалуйста. Каждый человек всегда отвечает за все человечество. Скажи, пожалуйста, что ты понимаешь по словам ответственности? Вот именно в контексте этого извинения. Имеется в виду, что все действия, которые человек совершает, они таким образом совершают все восприятия. То есть его свои собственные действия в рамках того, что он ее совершает, которое называет все то, что он как бы одобряет такое же поведение со стороны общества. Я правильно понимаю? Ну, одобряет не очень. Слово... Ты говоришь, разрешает. Что за что разрешает? Он будет думать, что все должны вести себя так же. Придвисывается. Есть ли разница между словом, он будет думать, что приписывать и не приписывать, что другие будут вести себя так же, словом разрешает? Есть ли разница? Есть, потому что разрешает, подразумевает, что они могут вести себя не так, а предписывает, означает, что они должны вести себя так. Так вот в данном случае твое убеждение к чему больше склоняется? К тому, чтобы вести себя. То есть так следовало бы? Так следует бы. Когда ты говоришь следует, ты подразумеваешь следование какой-то существующей схеме или существующей только вне человека? Схема существует только в голове человека. То есть у него в голове должна быть схема похода? У него в голове такая манда мира, что все должны вести себя так же. У каждого человека, как всегда. Поэтому он отвечает за все человечество. То есть то, как он себя ведет, таким образом предписывает то, как нашли себя вести себя с другими. А что ты понимаешь по словам ответственности? Если он позволяет вести себя так, что он не позволил совсем остальным вести себя так же, то он не может вести себя никакие. Ничто? Никакерентная. Так, он лучше пояснили, пожалуйста. Что ты имеешь в виду под ответственностью с точки зрения понимания ответственности перед кем-то? Перед кем он в таком случае отвечает? Перед собой. Всегда все отвечают только перед собой. То есть он несет ответственность за поведение всего человечества, правильно? Перед собой. Да. Ну, мы сейчас ее попробуем понять правильно, понимаем или нет. То есть можно ли сказать, что его действия по отношению к окружающему миру являются отражением его модели ожидания от этого мира? Нет. Это неверно. Когда выяснили тогда с точки зрения модели? Не его ожидания от мира, ну, до этого момента все было правильно, но не его ожидания от мира, а его предпочтения. Его предпочтения? Да. И еще, ну, с уровнем его осознанности. А не могла бы ты описать это по этапам? То есть сначала существует это, допустим, модель, да? Потом существует его действие. Как эти действия отражаются на мире? Почему это приводит к ответственности? Не приводит к ответственности, это изначально исходит из ответственности. То есть хочешь сказать, что сначала существует ответственность? Прежде чем человек совершает какое-либо действие, он знает, что он этим действием разрешает всем остатком сделать то же самое. А откуда он это понимает? Оттуда, что он соотносит с человечеством как его часть. Берегусь этот тип. А все люди соотносят себя с человечеством как его часть? Если нет, то они не додумали немножко. Если они не додумали, то говорит ли это о том, что они при этом не испытывают ответственность? Они не испытывают, но это не значит, что они не додумали. Выясни тогда, что значит действие? Они ее не испытывают, потому что они просто еще не додумали из-за того, что они не додумали. А вести они ее все равно несут, и они поступают в соответствии. Не могу объяснить, что ты разумеешь под словом «несут» в данной истории? Сами себе представляют и отчетливо думают, что они ее несут. Не понимают. Это такая единственная штука. Ты сам, когда ты несешь детство, сам понимаешь, что ты ее несешь. Пока ты этого не понимаешь, ты ее несешь, а просто маркируешь свои обязанности. Ну а под обязанностями в данном случае ты что, подоргнуешь обязанности? Как бы всегда подоргнула две стороны, разве нет? Если обе стороны идут, то все нормально. А где здесь обе стороны? Ты и ты. То есть ты как бы перед собой берешь ответственность за то, как твои действия отражаются на окружающем мире. Я тебе правильно понимаю? Да, но когда говоришь отражаются, ты представляешь себе, что это как-то хронологически не разнесено, а оно не разнесено. Да. Оно хронологически не разнесено в каком-то... В ряде действий или во всех действиях? Да, оно ни в каком действии. Как это ни в каком действии? Как это ни в каком действии? Ты говоришь, что оно хронологически не разнесено? Не разнесено. Ни в каком действии. То есть разнесено во всех? Нет. Нет. Ты когда говоришь, что... Ты когда говоришь про ответственность, ты имеешь в виду, что чувак что-то делает, таким образом что-то кому-то предписывает, потом окружающие чуваки тоже что-то делают, и этот чувак получает реакцию, и так все не знает, как он делает или нет. Так вот, нет, не так. Все происходит не так. Все происходит не так. Все происходит не так. Ты лучше пиши как происходит, потому что так меня только путают. Спер конфеты. Он спер мою конфету. И вот такое лицо. Ладно, ладно. Это был мой обед. Мне не досталось спиться. Спасибо. Если хочешь, я тебе могу его подарить. Это был подарок. Хорошо демонстрируете работу до этой мадрели на примере... Саумбиста не является исключением, а в том, что, наоборот, очень худой пример. Нормальный пример будет в том, что не совершить любви саумбреки и распространения в том, чтобы развить свою предлежность к человечеству. Да. И знаешь, что если ты совершаешь самоубийство, то таким образом предписываешь всему человечеству слышится блага стены. Потому что, раз ты не имеешь права на это, то любой имеет права на это. Раз ты можешь себе это позволять, значит, ты не можешь себе это позволять. Более того, раз ты себе это позволяешь, значит, все должны себе это позволять. Если в твоей цели не попадаешься в человечество, а в цели самоубийства, что не попадаешься в человечество, то вы имеете в виду специальности. Ну, отлично, теперь там есть свои кадры, владельцы и юрины. Под словом предкисывать, ты что предупреждает? А что больше люди подозревают, под словом предкисывать? Это может подразумевать обязательства, это может быть обязательства в сослагательном наклоне и обязательства в обязательстве. Если я подписываю тебе совершить самоубийство, я говорю тебе, Стас, иди соверши самоубийство. Это приказ. Ты не идешь. Я тебе говорю, да нет, иди. Приказ подразумевает под собой. Приказ это форма выражения предписания. Она очень сильно отличается от просьбы. Просьба – это тоже форма выражения предписания? Просьба – это выражение желания, а не положение предписания. Предписание – это такая жесткая штука, которая подразумевает. А, то есть для тебя предписание равносильно приказу? Предписание выражается приказом. А, понятно. А, соответственно, просьба, она не выражается? А желание выражается просьбой. А желание – окей. Хорошо. Нормально. Словарь определили. Уже понятнее. Хорошо. В данном случае это некий приказ к окружающему миру. Некий приказ к потенциально каждому индивидуу, представляющему окружающему миру. Правильно я понимаю, что если человек в такой модели кончает жизнь самописцем, то тем самым он как бы приказывает окружающему миру к уничтожению? А как бы сама реализация вот этого факта самоубийства, она разве не является как бы одновременным уничтожением окружающего мира? Ну, по крайней мере, как это может предполагать тот человек, который сам себя убивает? Ну, нет. Я имею в виду сейчас не всякого самоубийцу, даже которого, ну, не знаю, у которого бросила девушка и которая хочет умереть, а всякого самоубийца, который думает об этом мозгами. Поясни разница. Ну, разница большаяg и мы с этого начали. Человек который осознает свою ответственность, а человек который не осознает свою ответственность. В каком случае он у тебя не осознает? А в таком случае, когда ему очень плохо и грустно, надо оттрыгать с моста, а в таком случае, когда он думает об этом, он осознает свою ответственность. То есть, если он додумался до ответственности. Мы хотим в разум. Пустари, пожалуйста, тогда свой первый тезис, первоначальный, о котором мы сейчас обсуждаем. Самый-самый первый? Да, вообще, с чего мы все решили? Всякий человек всегда несет ответственность за все человечество. Я не сказала, что он всегда осознает ответственность за все человечество. Вот, я именно поэтому выбросил комментарии. То есть, он несет, несмотря на отсутствие осознания? Да. И пока он ее не осознает, он несет ее плохо. И вдруг вот плохо. Скажи, что влияет на то, если человек несет ответственность? А может ли быть случай, когда человек не несет ответственность? Нет. И человек всегда несет ответственность? В этом случае ответственность всегда одинакова для всех людей, но реализуется на первом состоянии. Ну это понятно. Не очевидно. Пока ответственность может не реализоваться, как это сказать? Когда ты не осознаешь, что ты ее несешь, что ты творишь всякую хрень, предписывая этим человечеству, творить всякую хрень. Человечество, естественно, ее с тобой не повторяет или повторяет, но так как ты всего этого не осознаешь, ты, грубо говоря, не свободен в этом. Не свободен в чем? В том влиянии, которое ты оказываешь или не оказываешь в человечестве. То есть ты это рандома творишь. И всем этим сложным, большим отношениям, правда, случая. Да. Поэтому ответственность не реализуется. Ответственность, когда ты ее осознаешь, осознанно ее учишь. Поясни, пожалуйста, что ты называешь под реализацией ответственности или нереализацией ответственности? Почему в случае с рандомным выполнением она как бы не реализуется? Да, я не с этим понимаю. Ведь ты же только что говорила, что она всегда реализуется. Я просто несешь. Я просто несешь. Тогда что такое несешь? До этого я думал, что нести ответственность и реализовать ответственность это одно и то же. Видимо, это и есть разница. А что ты имеешь в виду, когда говоришь нести и реализовывать? Давай слово реализовывать. Я пытаюсь понять, что ты имеешь. Нет. В данном случае я следующее Стас, поэтому... Я вообще не имею права задавать вопросы, да? Да. Даже когда мне вообще непонятен словарь, который он употребляет. Так я и прошу, ты определяешь словарь. Слово нести и реализовывать. Пионы. Это ты при таких словах использовал. Несет ответственность. Стас имеет право расспросить. Да, но Стас мне сказал о своем убеждении немножко. Ну вот это он не совсем прав. Я пыталась разводить, что и как. Я пытался понять через свою модель. Я выяснил, что она не совпадает. Поэтому я задаю вопрос. Что ты подразумеваешь? А модель Стас никого не интересует. Сейчас мы Пионы. Модель Стаса никого не интересует, как говорится. Ну да, он следователь. Ну я же должен понимать, чтобы задавать вопросы. Ну, на самом деле я исхожусь, например, в потреблении. Я не могу тебе словарного мнения привести прямо сейчас. Ну и, наверное, если я подумала минуту, то я буду. А ты можешь дать тебе пример, исходя из той модели, которую ты предлагаешь мне на рассмотрении? Потому что, получается, что нести ответственность и реализовывать ответственность это два разных кейсов, так? Да. Ты какую-то разницу можешь объяснить? Ну, короче, я тебе сейчас навесну про что это, а ты, наверное, догадаешься. А реализовывать это получается отнести примерно тем, что когда реализовывать, это ты соответствуешь тому, что ты имеешь в виду. А когда отнести, то неважно соответствует, что ты там, что ты имеешь в виду. Вот сейчас, если честно, я не очень понимаю. Ну, попробуй еще раз. Ответственность, что у тебя представляет в данном случае ответственность? Это соответствие модели и поведение мира? Нет, нет, нет. Это ответственность сюда не впутывай. Ответственность это отдельная штука. Мы сейчас пронести и реализовывать. Но ты же говоришь, пронесение ответственности и реализация ответственности. Да, да. Но саму ответственность не впутывай. Это другой вопрос. Можно разделить их на части по терминологии? То есть сейчас мы имеем два блока. И все ответственность дефолтная штука. Всегда, везде. Мы с тобой определили, что сегодня несет ответственность всегда. Реализовывать ответственность не дефолтная штука. Реализовывать ответственность это когда ты можешь что-то как-то на это влиять. Управлять. Контролировать. Ничего слова. Распространять. Распространять. Распространять себя и то, что у тебя в голове, на окружающую. Распространять ответственность на это. Нет, не распространять ответственность на это. То, что у тебя в голове, на окружающую. Как это связано с ответственностью? Вопрос же был про ответственность. В тот момент, когда ты выходишь со своей границы и распространяешь то, что у тебя в голове на окружающую, ты заявляешь свою ответственность. Реализовывающую. — Ты заявляешь или реализовываешь? Есть разница? — Это же и одно и то же. Заявляешь и реализовываешь. — Тут кто это случайно. — Правильно ли я понял, что ты сейчас сказала, что когда ты оказываешь какое-то воздействие на окружающий мир, ты тем самым реализовываешь своё ответственность. — Если ты осознаешь свою ответственность и расставляешь то, что у тебя в голове на окружающие, То, что у тебя в голове, это не ответ. Слушай, да. Это мандель. Ты же понял. Когда ты... Первое осознающее. Ты осознаешь свою ответственность. Второе осознающее. У тебя есть представление, слушай сюда. Да, слушай, я тебе это пытаюсь. Следователь не должен перебивать свидетель, а должен слушать внимательно. Слушай, во-первых, ты осознаешь свою ответственность. Второе. Хорошо, ладно, я тебе проще скажу. Первое. У тебя есть в голове мысль о том, что у тебя есть ответственность. Второе. У тебя есть в голове мысль о том, как все должно быть. Третье. Ты пытаешься эту мысль распространить для окружающих. Данести до нее. Сделать так, чтобы они были себя так, как ты считаешь, что должно быть. Вот это ты составляющим, это реализация твоей ответственности. Я правильно понимаю, что это кейс, когда ты осознаешь свою ответственность? Да. А как же быть с несением ответственности? Мы же рассматриваем ситуацию. Несение ответственности это то, как ты ее осознаешь. Оно полно присутствует везде всегда. Осознаешь ты ее, не осознаешь, распространяешься или думаешь. В чем выражается понятие несение ответственности? У тебя всегда потенциально есть возможность вот эти три штуки сделать. Несение ответственности сделать все так, как тебе кажется, что должно быть. Это и есть несение. То есть несение ответственности это непроявленная реализация ответственности? Может ли быть так, что твоя модель не соответствует окружающему миру? Соответственно... Она всегда не соответствует, потому что она идеальная. Модель идеальная? Слышит ли модель и представляет себе мир другим, не таким, как он есть, а таким, каким он должен быть. Можно ли предположить в таком случае, что твое осознание ответственности может отличаться от тех последствий, которые выражаются в роли ответственности для окружающего мира? Сто пудов, так всегда и бывает. И если оно слишком сильно отличается, значит ты тупой. Значит что? Значит ты тупой, просто с тобой не почитал, не смог. В таком случае, получив обратную связь, какой у тебя путь для того, чтобы поумнеть и понять, как нести ответственность? Качаешь вычислительные мощности и пытаешься сделать так, чтобы ты быстрее узнавал, что будет от таких-то, таких-то твоих действий. Как можно дальше вперед. Чем ты больше это постараешься сделать, тем ты лучше несешь ответственность. Можно ли перефразировать твою первоначальную мысль в виде народной мудрости, что твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад? Даже если твоя голова... Нет, нельзя, потому что там имеется в виду только твоя голова и твой зад. Нужно иметься в виду голова и зад всего человечества. В данном случае, народ зовут Илья Кальнец, если я не послушаю. Я ничего не понял, что сказал Юра. Ну это строка искусственная, у тебя спонтается. Я ничего не понял, взяла. Не, народ будет. Поясни, пожалуйста, еще раз распространение вот этого несения ответственности на человека. Ты проясняешь, что несение ответственности, а свою модель, это уже не зависит? У тебя все еще кажется, что ты не зря об этом связался? Нет, нет, я пытаюсь понять твою модель, понимаешь? Я ее не до конца понимаю. Потому что несение, я уже понял, как не проявлено. Если это не проявлено, то почему оно изначально... То почему изначально можно утверждать, что ты ответственен за человечество? Потому что каждый человек, правда, в этот момент может взять основание от ответственности, в случае действий. В этом мне кажется неясный момент, который хотел бы сейчас прояснить. Если речь идет о тебе, как бы, и об остальных людях, которые не осознают этой ответственности, то получается, что каждый тоже, по идее, в этой модели несет ответственность в том числе и за тебя. Перед собой, да. В этом момент. И мне, в общем-то, плевать на что. То есть ты хотела сказать, что ты несешь ответственность за все человечество перед собой. Так я это сказала. Не что бы хотела сказать, я прямо так и сказала. Прямо перед собой. Нет, никого, кто сильнее меня, ощущал бы мою ответственность. Или считал бы, что моя ответственность в чем-то, почему я не считаю. Окей. Теперь я понял. Теперь я понял. У меня вопросов больше нет. У меня, конечно, есть вопросы, но я не хочу переключаться. Моя задача стояла в том, чтобы понять модель Пион. Мне кажется, что я ее... Вот еще интересно, как нудиблубь происхождение, откуда эта модель пошла, на чем она, как она сформировалась, пришла к такому поводу. Какие факты пришло бесспорно в ближайшее состояние. Или какие-то базы. Если ей не лень, то... Ну, я не знаю. Наверное, в этом смысл. Всего предлагают попросить себя в исторической ретроспективе, откуда возникла первая мысль об ответственности, о каком возрасте, о каких обстоятельствах. У вас же не только при каких исторических, но и скорее при каких вот неметических, да? Да, да, конкретный вопрос. Помнишь ли ты, в какой момент тебе впервые пришла мысль об ответственности перед собой за все человечество и при каких обстоятельствах случилось? Сколько я помню себя осознанно, столько у меня есть. В момент зарождения осознанно? В момент зарождения осознанно. Она была сразу в периоды жизни в последние страны за счетчик. Трансформировалась ли она когда-нибудь в какие-то другие формы? Или она только развивалась в том же ключе? Она развивалась в том же ключе, и она принимает разные формы в частных случаях, когда ответственность за человека или за... ...отовольственниками за группу людей. То есть просто находит свое выражение в конкретизации локальных объектов, являющихся частью всего человечества. Правильно? Другими словами, никогда у тебя эта ответственность с тебя не снималась. Как ты думаешь, в будущем может ли она претерпевать какие-то изменения и есть ли какое-то направление, куда она может двигаться? Я думаю, что принципиальное изменение она не будет претерпевать, но она, возможно, будет... Возможно, эта модель станет частным случаем какой-то такой общей моделью. Так всегда бывает с моделью. Не кажется ли тебе, что если она будет развиваться в бесконечность, то она может прийти к солипсизму? Нет. Поясни почему. Потому что в солипсизме у меня нужно признать, что в моем сознании ничего нет, а я совершенно деликатно. Есть также другие люди, у которых есть свои свободы, свою ответственность, ракетность и всякое прочее об этом роде. И я, конечно, не могу взять на себя ответственность перед собой за чьи-то свободы. Просто потому, что... Он сказал, что что-то тянь через три минуты. Да, прерваться. Да-да, я тебя слушаю. Я закончил. Все, свободно. Прекрасно. У меня больше нет вопросов. Какие мои модели? Она интересная, чем-то похожа на моделью. Мою в том числе. Но я немножко иначе. Да, Петюнь. Я делал дороже так. Да ладно, мы не соревновались. Жалко мне. Жалко мне. Не хочешь меня допросить про мое убеждение про муху? Что? На муху. На три минуты. Муху. Я в детстве поймал муху с очком. Ты, наверное, просто был очень маленький, и тебе казалось, что она большая. А муха с такими параметрами не может лизать. Знаешь, да? Куда есть физика? Обычно муха летает механиком крылышек. Крышки. Я могу в точности описать. Вообще, большинство ученые доказали, что майский шок не умеет летать. Более-более того, я показываю своим родителям моим. И они помнят эту муху. Тогда я тебе верю. Все? Ну, я уже помню. Почему-то многим людям не помню. Хотя я даже кантомологом обращаю. Просто потому, что это не очень любые течения. Потому, что меня влияет на какие-то другие твои в жизни. Возможно, да. Но это почему-то меня беспокоит, как часов, как за один. Почему тебя это беспокоит? Давай обнимайся. Ну, потому, что, представляешь, если бы это был единственный в своем роде экземпляр или малоизученный, известный трудноуловимый, то, возможно, что если бы я ее тогда не пошел за банкой, чтобы ее засунуть туда, то эту букву назвали бы моими людьми. Стаса-стаса-стаса. Муха-стаса-стаса-стаса. Знаешь, это как-то муха-на-мухосранск по-созвучию, похоже. Да, ну, все, поздно шел. Остановись, не думай об этом. Пора заканчивать. Пора заканчивать.